Девушки отдыхают И это приятно и еще и важно Потому что Зенит возвращает болельщиков на трибуны И до этого момента ЦСКА был единственным клубом в Евролиге Кто выступал еще с болельщиками В наше сложное время Поддержка не у всех есть в таком виде 25% от общей вместительности арены разрешено 13 тысяч вмещает 25% это примерно Чуть больше 3000 можем заполнить Главное Буфеты уже работают И если можно искать плюсы В этой сложной ситуации То очереди в буфетах стали меньше И Андрей Лопатин, который вернулся К сожалению, Андрей Лопатин не играет И я буду перебивать тебя Потому что он главный герой этой недели Потому что он дебютировал в сборной И сразу вышел в стартовой пятерке Дважды? Да, сборная выиграла один матч, которая проиграла Но Андрей Лопатин дебютировал в стартовой пятерке Его мечта сбылась Он пришел в баскетбол и мечтал о сборной России Простой, скромный парень Невероятно высокий Его тело готово для баскетбола идеально Но он скромный сам по себе Казалось бы, ему не хватает агрессии И он дебютирует в сборной В сложной ситуации Выходит в старте С ним сборная только знакомится И сразу доверяет И он неплохо себя проявил В студии у паркета У вас телеведущая Матч ТВ Софья Тартакова Привет Привет Как дела? Супер Я на баскетболе, на ЦСКА Что может быть лучше? В ноябре прошлого месяца Было сразу два топ-момента Которые мы хотели тебя попросить Выбрать из них лучший Давай, с удовольствием Из единой лиги ВТБ Вот первый Это Данк Джоэла Баламбоя После передачи Вани Ухова Роскошно Хорошо, что кольцо не разбил Второй момент вот такой И этот матч против Химок Смотри, алиупчик двумя руками Какой больше нравится? Слушай, конечно, номер два Потому что против Химок Это принципиальное соперство В этом сезоне Ну и как-то мне нравится Когда ребята порхают все-таки Когда они летают на паркете В теннисе тоже такое часто бывает А в баскетбол играешь? Нет, ни разу не играла Ну только в школе Но это нельзя назвать баскетбол Ну ладно, отлегло Ну хотя бы в школе играла В школе, разумеется Там вышибалы, пионербол Мне все время смешно Пионербол и все время мяч в лицо попадал Ну в общем, мы тебе покажем фотки Мамочки Да А ты Определишь, кто из них женат А кто не женат Давай Давай Как она, Рьяна Давай, я рисковала Давайте Судя по тому, как он показывает Еще Повторите Еще две Да еще Может быть, только я уже два раза был женат Думаю, женат Женат Ну что ж, Йофханес Фоктман действительно женат Более того, у него двое детей уже А это Никола Милутинов Сербский центровой Из Олимпиакоса, кстати, перешел к нам Так, ну сербы рано созревают Так Женат Ну мне так кажется Судя по бороде Ну если я не ошибаюсь, Никола Милутинов не женат Не женат? Не Может быть, исправится сейчас в России и встретит Более того, у него девушки нет Ну как так? 2.13 из Сербии и не женаты, нет девушки Девчонки, вы чего? Так, срочно звони подруге К вам придется сейчас, да? Я не буду раскрывать все тайны Один известный теннисист Кто-то в курсе эфира больше, чем я Так, хорошо Попроси показать ладошки То есть не поэтому, не поэтому Как бы совершенно не поэтому разные ладошки Куда идет наш эфир сейчас? Вообще не туда, куда я хотел Мы начали разговаривать про мужские ладошки Студия у паркета Теннисист Андрей Рублев Андрей, привет, как дела? Здравствуйте, все хорошо, как у вас? У нас здесь баскетбол Большущая пандемия, ты вышел в великолепной совершенно форме Такое ощущение, что ты только тренировался На локдауне Ну да, так и было То есть я все свободное время тренировался То есть, слава богу, была возможность И мы просто... У меня в плане тенниса, слава богу, меня не надо заставлять У меня мотивация, чтобы играть в теннис всегда есть И поэтому мы тупо, почти весь перерыв я только тренировался У меня папа бывший боксер И он брал меня также в боксерский зал Но в итоге как-то, когда я был маленьким Мне почему-то самому интереснее было проводить время на теннисном корте Возможно, потому что там было полно детей И мне это интереснее было, чем находиться в боксерском зале, где взрослые мужчины, грубо говоря Ну и потом, перчатки сломать нельзя Ракетку можно интереснее же Ну да, ну в боксе можно все другое сломать Вот баскетболисты используют, ну если мы говорим про профессионального игрока Используют примерно 5 пар кроссовок на сезон 4-5 Не, у меня кроссовок точно больше Я могу за 5 кроссовок за неделю Ой, одна пара по неделе, вот, грубо говоря Я уже испугался, 5 кроссовок за неделю Окей, 5 пар в месяц Ну, если прям подготовка серьезная И прям очень много тренируюсь, да, вот такой может быть тоже Ого А ракеток? Ну, я думаю, в год где-то около 20 тысяч чем-то ракеток может уйти Сейчас из-за того, что корона, то немного непонятно конкретные даты начала сезона Они немного смещаются На участке появилась вроде более-менее официальная информация, что 15 января уже наконец-то можно будет полететь в Австралию Так Там будет двухнедельный карантин И уже потом будет турнир первый И уже большой, крупный большой шлем Австралии Open Баскетболиста можно определить, что типа высокий по росту, да А теннисиста можно определить по ладоням Мог бы ты показать свои ладони? Посмотрите, дорогие друзья То есть вот это мозоли на руках от ракетки А у тебя на левой руке мозоль в том месте, где ты вот бэкхенд держишь, да? Ну, у меня в основном вот это самое большое Как бы на указательном пальце, под указательным пальцем Ооо, божечки ты мои А друзья, это огромный Огромный Больше меня за руку не держат вообще Но это от того, что ты очень много Просто держишь ракетку, она не натирает Ну, конечно, да, от намотки, от ручек Но это нормальная история Я думаю, у хоккеистов Не, там краги Они бывают мозоли, но краги спасают И вопрос последний А вы женаты от Елены? Нет еще Нет еще Андрей Рублев, выдающийся теннисист нашей страны Меня зовут Евгений Сидых Андрей, спасибо большое Спасибо вам большое Это ЦСКА Баскет Шоу Закругляемся, идем смотреть игру Всем пока